Первая городская больница была создана в 1868 году. Тогда она насчитывала всего 12 коек. Работали три человека – врач, фельдшер и смотритель. Сегодня в больнице коллектив почти 2000 сотрудников, из них 400 врачей. Лучших работников медучреждения сегодня отметили грамотами и благодарностями. Это огромный пласт опыта, огромный пласт практических и методических знаний. И та школа, которая на сегодняшний день существует, больница номер один имени Пирогова, она особенная. В первой горбольнице 18 отделений, стационар на 780 коек, три поликлиники и амбулатория семейной медицины, женская консультация. К медучреждению прикреплено почти 125 тысяч человек. В приёмное отделение стационара обращается 150 пациентов в сутки. За год получается больше 45 тысяч. Ежегодно обновляется материально-техническая база больницы. За последние несколько лет в учреждение поставили свыше 450 единиц медоборудования. В следующем году мы приступаем к капитальному ремонту зданий, сооружений. Мы продолжаем оснащать. У нас хорошие налаженные связи по обучению персонала и контакту с другими медицинскими учреждениями Российской Федерации. Коллектив большой. И самое главное, что он искренне болеет душой и со здоровьем наших горжан. Почти два года назад на территории первой горбольницы открыли региональный сосудистый центр. Весной 2018 в его нейрохирургическое отделение было поставлено современное оборудование. Закупили навигационную стойку и операционный микроскоп, аналогов которому в Крыму нет. Мы вышли на большой уровень оказания помощи пациентам с сосудистой патологией. Это пациенты с острыми инфарктами миокарда, церебровоскулярная патология, выполняется в круглосуточном режиме стентирования коронарных артерий и также в экстренном порядке помощь пациентам с нарушением мозгового кровообращения. В этом году во второй и третьей поликлиниках ввели в эксплуатацию флюорографы, рентгеновский аппарат, маммограф. До конца года ожидается поставка партии кардиографов и хирургических электрокоагуляторов. Благодаря обновлению технической базы в первой горбольнице стали значительно реже отправлять пациентов на материк. Многие операции теперь могут делать и в Севастополе.